Всем привет! С вами, как всегда, ваш самый любимый видеоблогер Алексей Крылов. И в этом видео мы поговорим на тему, что стоит, а что не стоит покупать в Египте. Я поделюсь вам своим опытом. Также под этим видео пишите комментарии. Кто что покупал, кто что советует. Ну что, поехали! Вы писали вопросы. Нужно ли менять доллары на местную валюту? В какой валюте лучше расплачиваться? Когда вы покупаете экскурсии в отеле, то это можно делать в долларах. Когда вы выходите на улицу, в основном цены написаны в местной валюте. И когда вы начинаете расплачиваться в долларах, они пересчитывают по невыгодному курсу. Например, курс был 18-25, когда я там был. Они, например, могли посчитать курс 15-16, кто-то 17. По нормальному курсу никто не считал. Так что, если вы выезжаете куда-то в город, лучше, конечно же, поменять деньги. Как узнать курс валют на сегодня? Это элементарно. Вводите в интернете, сколько стоит 1 египетский фунт к доллару. Точнее, сколько стоит 1 доллар египетских фунтов. И вам выдает сегодняшний курс. Потому что курс сейчас колеблется. В том году он был 7 фунтов за доллар. В этом году он стал 18-25. Он может вырасти, может упасть. Курс постоянно разный. Лучше всего, конечно, менять в банках. И обязательно нужно пересчитывать деньги. В отеле, у гидов курс будет невыгодный. Самое главное, повторяю, всегда пересчитывайте деньги. Куда бы вы ни приехали, это касается не только Египта. Всегда, когда меняете, пересчитывайте. Потому что при вас они могут отсчитать одну сумму. А когда вы ее получаете в руки, я не знаю, как у них это получается. Это уже было десятки раз. Сумма совершенно другая. Причем разница очень большая. Не хватает иногда 10-30 долларов. Так что будьте внимательны. С деньгами, в принципе, мы разобрались. Еще очень важная такая маленькая, ну не знаю, хитрость. Короче, чтобы вы не дали себя обмануть, обязательно скачайте в интернете арабские цифры. Потому что цены в основном везде арабские. Например, когда я покупал кофе, там было арабскими буквами, цифрами написано. 6 фунтов за чашку кофе. Я спросил, какая стоимость. Это я уже потом узнал, что там было 6. Я спросил, какая стоимость. Они мне сказали, чашка кофе стоит 30 фунтов. Итак, что же стоит покупать в Египте? Переходим к конкретным продуктам. Начну я с кофе. Кофе там действительно очень классный. Мне тоже писали комментарии, где я покупал кофе. Я покупал кофе на улице Шаратон. Вот примерно я покажу на карте это место. Поскольку в своих видео я говорил, что у них нет названия улиц. Точнее, они есть только на картах. На домах нигде не пишут название улиц, потому что они не умеют читать. Поэтому точно адреса вам не скажу. Вот, если идти от Макдональдса к главной мечети, нужно идти по левой стороне. И вот с левой стороны, где-то между Макдональдсом и этой мечетью, будет вот эта маленькая кофейня. Там продавец женщина. У нее самые нормальные цены. Я покупал кофе за 130 фунтов. Это примерно 7 долларов. Там можно купить цельные зерна. Также можно купить молотый с кардамоном. Вот. Как мне показалось, это самая нормальная кофейня. Потому что в другие кофейня, которые я заходил, я спрашивал, почем кофе. Мне сразу начинали ломить цены. В общем, я разворачивался, уходил, потому что как-то это уже надоедает. Как я уже говорил, вы можете взять кофе молотый, можете взять немолотый. Если молотый, то он очень мелкого помола. Они мелят его прямо в порошок для приготовления кофе по-турецки. Готовится оно в турке. Обязательно возьмите какую-нибудь турку, приготовьте. И получается очень вкусно. Они еще в него добавляют кардамон. Вот. Для меня это самый классный сувенир из Египта. Еще на что стоит обратить внимание, это египетский хлопок. Он там очень высокого качества, а стоит недорого. Я там себе купил огромное банное полотенце. Размер 140 на 70. По толщине они бывают трех видов. Я купил себе самое толстое и действительно оно очень классное по качеству. Потому что если зайти в наши магазины, то такие полотенца будут стоить очень дорого. Ну а чтобы отличить хлопок от синтетики, продавцы там сразу у них есть бутылочка с водой. Они на это полотенце выливают пол бутылки воды. Оно моментально его впитывает. Вот. Когда они льют на синтетику, то как бы вода не впитывается. Вот в принципе так и проверяется. Ну и футболки там тоже классного качества, но они на любителя. Я себе их не стал покупать. Вот так что в моем случае я взял себе полотенце и очень ими доволен. Итак, следующее, к чему мы переходим, это масла. Переходим к тем маслам, которые принимаются вовнутрь и мажутся на кожу. Я вам скажу сразу. Например, когда вас везут на бесплатную обзорную экскурсию по городу, даже не только на обзорную, а по всем экскурсиям, вас постоянно будут возить какие-то магазины и будут говорить, что там какие-то супер скидки. Перед тем, как ехать в Египет, например, если вы хотите купить какое-то масло, посмотрите, сколько оно стоит в вашем городе, потому что оно будет стоить намного дешевле. Вот, например, там продавали кокосовое масло 300 миллилитров за 50 долларов, но специально для нас сделали скидку 20 долларов, то есть оно стоило 30 долларов за 300 миллилитров. Например, такое же кокосовое масло я купил в Индии за 2 доллара 30 центов, это пол-литра. И такое же масло, которое я купил в Индии, оно стоит у нас здесь 7 долларов пол-литра, а там они продают 300 миллилитров за 30 долларов. Я не знаю почему, просто туристы, они просто расхватывали это все. Такое ощущение, как будто этих товаров у нас нет. Также обратите внимание на цены масла льна, масла кунжута, масла руколы, это все оно продается у нас. И стоит оно гораздо дешевле. Когда вас будут привозить в какой-то магазин, они будут говорить, что здесь все самое качественное, здесь все эксклюзивное. У них сейчас пошла такая фишка, они нанимают русскоязычный персонал славянской внешности, они выходят в медицинских халатах и начинают рассказывать вам про эти уникальнейшие масла. Они будут говорить, что здесь все эксклюзивно, у них есть сертификаты, они будут говорить, что сертификатов ни у кого нету, только у них. На самом деле, везде вся продукция одинаковая. Например, если вы будете идти по улице и зайдете в любой магазин, где продаются эти масла, они будут в точно таких же бутылках. В Египте есть одна фабрика, в которой это все покупается и уже продается в разных торговых точках. Просто у каждого есть своя фишка. В разных точках вам будут называть разные фабрики, где производятся эти масла, но бутылки точно такие же. Все точно такое же. И надписи все точно такие. Просто это уже они придумывают, якобы у них есть какая-то своя уникальная фабрика, где это все производится. В общем, посмотрите, какие цены на масла в вашем городе. И обязательно, если вы уже там решили что-то покупать, торгуйтесь. Если у вас получится доторговаться до нормальной цены, то покупайте. Если нет, то оно этого не стоит у вас в городе, все продается то же самое. Оно привозится все к нам из-за границы. Уже как-то мир стал более развитый. Все, что продается там, все есть тут. И там это тоже, возможно, не местного производства. Откуда-то привозится из разных стран. Переходим к пункту одежда. Одежда, которая там продается, как мне показалось, по качеству она очень ужасная. И вся привезена из Китая. Эту одежду вы можете купить у вас, например, в переходе, если она продается, либо на каком-то рынке. Вот. В общем, ничего уникального там нет. Все то же самое китайское, но по завышенной цене. Конечно, у нас в переходе вы ее найдете, но она будет у нас стоить очень дешево. Там они вам расскажут, что это... Короче, я думаю, если вы были там, вы знаете, как они это все впаривают. Вот. Но одежду покупать вообще не стоит. По поводу масел и различных духов, которые там продаются, они вам будут вначале впаривать за такую цену, что дешевле купить в Дьюти Фри уже какие-то настоящие, там, не знаю, Диоры, Дольче Габбаны. Вот. Они будут стоить намного дешевле, чем впаривают вам в этих торговых точках. Но цену надо забивать очень сильно. Может, кому-то это нравится. Вот. Ну, если захотите, купите. Но там они стоят, вот, самая нормальная цена 5-7 долларов за большой бутылек. Дороже покупать не нужно. Если уже начнут ломить цену, то уже, мне кажется, лучше взять, как я уже говорил, что-то нормальное в том же самом Дьюти Фри. Цены на фрукты. Манго я брал за 1,20 доллар. Также я затаривал себя домой лаймами. Лаймы стоили 10 фунтов за килограмм. Гуава тоже стоила около 10 фунтов за килограмм. Тоже вроде 10. И также в городе можно попить свежевыжатые соки за очень низкую цену. Например, тростниковый сок с лаймом в полулитровом стакане стоил всего лишь 3 фунта. Ну и там целый перечень. Это все есть у меня в видео, можете посмотреть. По поводу золота, которое продается в Египте. Поскольку я там его не покупал, то как бы много чего световать не буду. Но самое главное, перед тем, как туда ехать, походите по нашим ювелирным магазинам и посмотрите, сколько стоят вот эти ювелирные изделия у нас. Всякие кольца, серьги. Также посмотрите серебро, сколько у нас стоит. И когда вы приедете туда, вы уже будете понимать, какие цены у нас и какие там. Еще что говорят люди, там очень много подделок и также там перебивают пробы. Так что если вы не разбираетесь в золоте, то великие шансы, что вас могут обмануть. Вот. По поводу кожаных изделий. В каждом отеле будет такой столик и такой небольшой стенд, где там будет сидеть человек и записывать вас на бесплатную экскурсию в кожаный магазин. Это реально бесплатная экскурсия. Вы садитесь в машину, вас везут в магазин, где много различных кожаных изделий, всяких курток, сумок, в общем всего. И там вам это все будут впаривать. И фишка этого магазина, что там тоже продавцы славянской внешности. С ними даже как-то неудобно торговаться, потому что с арабами проще типа говорить, типа скидку, сделать и это. Вот. Они как-то сразу сбрасывают. Там просишь скидку. Они как-то говорят, это кожа высокого качества. Как-то и скидок они особо не делают. Вот. В общем, расскажу вам свое мнение. Куртки и вся продукция везде вся одинаковая в Египте. Она привезенная из Турции и впаривают они по очень низкой, о, блин, по очень низкой, по очень высокой цене. Например, я ездил туда со своим знакомым, ему впаривали куртку за 1000 долларов. Обычную кожаную куртку. В итоге он сторговался за 500 долларов, ниже уже не хотели. И он был готов ее купить, но я отговорил. В общем, он был готов купить себе кожаную куртку за 500 долларов, хотя в нашей стране в это же время другой мой знакомый купил себе кожаную куртку, которая была намного лучше за 300 долларов. Но, как мне кажется, это реально все дорогие цены, потому что, когда я был на Гуа, там я пошил себе на заказ классную кожаную куртку за 90 долларов. Вот тут я, в принципе, думаю, есть смысл брать и покупать, потому что там за 500 долларов, за 300, эти цены есть у нас. У нас за такие цены можно купить какую-то кожаную куртку. Это, ну, мне кажется, не стоит этого там делать. Но, выбор за вами. В принципе, 300-500 долларов для эксклюзивной какой-то куртки, например, если шьют на заказ, понятно, это, наверное, недорого. Но там есть, я не понимаю, в чем прикол. Они на кожаную вещь, например, реально кожаная куртка, они лепят значок Dolce & Gabbana. Или какой-нибудь там всякие Диоры, всякие... Ну, вы поняли, про что я говорю, опять же. Нафига это делать? Куртка реально кожаная, но когда они лепят эти значки плохого качества, она выглядит, как дешевая какая-то подделка. Поэтому, не знаю, стоит ли покупать эти сумочки, эти куртки с этими поддельными значками. Ну, еще хочу напоследок сказать по поводу чаев. Чаи, там, ну, ладно, скажу с того, что нужно брать, как мне кажется, чай каркаде. И там продают чаи, например, черный чай со вкусом манго, там апельсина. Вот, в природе таких чаев не существует. Поэтому, мне кажется, если брать чай в Египте, то только каркаде. Еще очень классное, что можно купить, это фисташки. Фисташки там реально очень классные. Они уже обвалены солью в какие-то, с какими-то местными специями. Я их покупал в прошлом году, в этом году я их не смог найти. Но это действительно очень классные фисташки. Если найдете, попробуйте, то обязательно покупайте, потому что у нас такого нету. И стоят они тоже там недорого. Ну, и по поводу всяких статуэток, по поводу всего. То, в принципе, ну, там этого всего полно. Единственное, на что стоит обратить внимание. На вот эти всякие статуэтки египетских пирамид, масок этого Тутанхамона. Пирамиды и вот эти всякие маски, это все, как, связано со смертью. Это, например, то же самое, что сделать такой миниатюрный памятничек и поставить у вас в комнате. Если вы в это все как-то верите, то обязательно посчитайте, что обозначают конкретные сувениры, всякие там знаки, это все. Потому что, я же говорю, все, что сохранилось в Египте, оно больше там связано со смертью. Те же самые пирамиды, это гробницы, те же самые маски, это маску, которую одевали на тело умершего. Вот. Так что обратите на это внимание. Не берите тоже все подряд. Потому что это будет выглядеть так, как будто вы купили на кладбище венок и повесили его куда-то себе на стенку. Ну и, конечно, по поводу этих всяких статуэток. Вас будут возить тоже в магазины, будут говорить, это супер классный магазин. В этом действительно настоящие там какие-то камни, все настоящее, все супер качественное, везде все одинаковое. Там будут завышать цены. Вообще в магазинах, в магазины, которые вас привозят на экскурсиях, очень низкую цену не могут делать. Потому что они еще должны отдать процент той фирме, которая вас привезла. Лучше всего пойти отдельно и самому все купить. Потому что сбить можно намного ниже. В принципе, это было все, о чем я хотел сказать. Поделился с вами своим мнением. Когда приезжаете в Египет, не забывайте, что вы турист. И задача местная, содрать с вас как можно больше денег. Это, в принципе, во всех странах. Вы не представляете, как в наших странах обманывают туристов. Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А если вам не понравилось это видео, значит поставьте палец вниз и напишите какой-нибудь негативный комментарий. С вами был Алексей Крылов. Спасибо за просмотр. Точно на такое же видео я еще сниму про Гоа. Так что до новых встреч. Всем счастья, здоровья и всего самого лучшего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok